Деловые партнеры и будущие инвесторы из Китая На текущей неделе предприниматели из Китайской Народной Республики приехали в наш город и посетили два крупных предприятия Сарапул Молоко и Сарапульский ликероводочный завод Китайские бизнесмены планируют не только закупать товар в России но и стать инвесторами нескольких проектов Подробнее об их визите и планах в нашем первом материале Во второй раз и уже по приглашению главы города в Сарапул приехали бизнесмены из Китая Вместе с Александром Ессеном они побывали на двух предприятиях Китайская делегация приехала уже конкретно с бизнес-целями Их интересует несколько направлений нашей республики Отрадно, что их интересует инвестирование в том числе в ТСР Сарапул и развитие производства пищевой продукции, например, молочной, мясной продукции Их интересует деревья переработка На Сарапул молоко они познакомились с производственным процессом Молочной продукцией гости интересовались по ряду причин Сейчас на государственном уровне у них проходит для школьников программа Что каждое утро с утра, ну это не во всех еще провинциях ведено Они пьют стакан молока и едят яйцо Ну это, соответственно, полезно для здоровья доказано Вот, и, ну то есть, по сути, китайский рынок на текущий момент Только знакомится с продуктом молоко Вот, и, соответственно, ряд компаний со всего мира Крайне интересный рынок Но он еще находится в такой развивающейся стадии То есть он только наращивает и наращивает обороты Напомним, в России на национальном уровне программа Школьное молоко стартовала с 2005 года Удмуртия вошла в число регионов действия программы 11 лет назад И именно сарапул молоко поставляет молоко в школьные буфеты Удмуртии Китайские гости увидели не только процесс розлива и упаковки Побывали также на складе предприятия Площадью более 3000 квадратных метров с адресной системой управления Уже на дегустации предприниматели из Китая смогли задать вопросы Прежде всего их интересовала цена и доставка продукции Сейчас все взгляды обращены в сторону Китая И мы очень сильно заинтересованы в китайской стороне Как в наших клиентах Потому что считаем, что наша компания созрела Для того, чтобы поставлять свою продукцию на рынок Китая Вторым предприятием для посещения стал ликероводочный завод Здесь китайские предприниматели уже были, когда приезжали в Сарапул в сентябре Вообще этот декабрьский визит предпринимателей носил неознакомительный характер Их интересует и покупка готовой продукции, и вложение сюда, в Удмуртию, средств Причем больших средств, это речь идет о миллиардах рублей Для того, чтобы производить и поставлять в Китайскую Народную Республику продукты питания Реализация инвестиционных проектов в городе В Сарапуле в рамках ТАСЭР продолжают появляться и активно развиваться новые производственные площадки На производстве у трех резидентов ТАСЭР побывала наша съемочная группа Познакомилась с продукцией предприятий и узнала об их планах на будущее Тему продолжит Айгуль Зайнурина Предприятие «Сириус» стало резидентом территории, опережающего социально-экономическое развитие в августе этого года ОО «Сириус» у нас занимается производством авточехлов, пошивом авточехлов для автомобилей «Лада Веста» на сегодняшний день После Нового года мы заключаем сейчас в данный момент договор подряда на пошив авточехлов для автомобиля «Фольксваген» И в дальнейшем автомобили «Рено» То есть там объем производства у нас увеличивается В связи с этим мы хотели бы объявить, ну объявляем в принципе уже у нас вакансии размещены, нам нужны швеи Предприятие отшивает 720 комплектов авточехлов в месяц Здесь работает 18 человек Еще столько же предприятие готово принять Для расширения производства будет вложено еще 3 миллиона рублей – средства льготного займа Администрация города очень хорошо поддерживает и советами, и учебами, и теми же материальными какими-то поощрениями в плане этих займов То, что льготные займы мы получаем Вот в этом плане, конечно, нам полегче Преференции, которые предприятие получает как резидент ТАСЭР, а это налоговые льготы, льготные ставки по арендной плате и льготный режим подключения к объектам инфраструктуры Позволяют не только увеличивать производство, но и расширять его ассортимент Предприятие также активно разрабатывает собственную коллекцию одежды для детей из интересных материалов Размерный ряд у нас с 92 по 116 и также для больших со 122 по 164 Отдельно для малышей и отдельно для подростков уже более интересная модель В любую погоду, тем более ночью, ребеночка будет всегда видно Также термообработка, то есть при попадании влажности на ткань, то есть это мокрый снег либо дождь, выявляется различный полипринт К сожалению, у нас еще не представлены ткани, где меняется цвет термообработка Но вы увидите у нас на сайте, новая коллекция идет полным ходом, там в принципе будут все модельки представлены Кстати, для пошива одежды планируется купить и новые швейные машины Новое оборудование и на предприятии «Вакуум Маш Электро», которое стало резидентом ТАСЭР в марте 2019 года Мы выпускаем датчики температуры, датчики давления, клапанные блоки Предназначены для контроля, измерения физических величин, температуры, давления Ну и также служат для построения автоматических систем управления на предприятии Сердце датчика – плата, на монтаж которой уходит целый день Я занимаюсь монтажом электроэлементов на платы намонтажные для датчиков давления Собираю электросхемы На производстве интеллектуальных датчиков, в которых нуждается и нефтехимическая промышленность, и сфера ЖКХ, работает 22 человека Еще несколько специалистов будут приняты позже Это предприятие – один из примеров развития производства в рамках политики импортозамещения Это, наверное, потребность рынка, и в том числе импортозамещение То есть очень много на данный момент у нас в России используется импортных датчиков Это и Сименс, и Келлер, и все остальные Активно работает и производственно-сервисная компания «Вэллифт» Производство металлических конструкций, а именно это подлебезочные рамы, которые мы производим для лифтовых лебедок Соответственно, численностью персонала от 10 человек Мы в 2019 году взяли на постоянную основу сюда, на участок, порядка 12 человек У нас здесь трудятся Сотрудники работают без смены, потому что, в принципе, есть спрос По плану планировали порядка 10 миллионов рублей реализации Но будет порядка 28-30 по итогам года Предприятие, как резидент ТАСЭР, зарегистрировалось в августе 2018 года Первые полтора года поработали успешно На 2020 год планы более амбициозные По 2020 году планируем расширение производства данных изделий не только То есть, скорее всего, при благоприятных обстоятельствах будем увеличивать объемы поставок Ну и, соответственно, увеличивать численность персонала Последовать успешному примеру может любое предприятие Статус территории опережающего развития у Сарапула до 2027 года Подробнее с мерами поддержки резидентов ТАСЭР Можно познакомиться на официальном сайте администрации города В разделе «Город инвестору» или в «Управлении экономики» В Новый год без алкоголя совместную акцию под таким названием провели сарапульские медики и инспекторы ДПС В преддверии праздников одни напомнили о вреде алкоголя, другие о наказании за управление автомобилем в состоянии опьянения Затем, как проходила акция, наблюдала наша съемочная группа Машины инспекторов ДПС и карета скорой помощи остановились по улице Амурской Правоохранители и медицинские работники проводят совместную акцию в Новый год без алкоголя Госавтоинспекция города Сарапула совместно со службой медицинской помощи города Сарапула Проводит сегодня мероприятие под названием «Трезвый водитель» Конечно же, такие мероприятия у нас проводятся на постоянной основе, но сейчас у нас впереди длинные новогодние праздники И, конечно же, мы хотим еще раз предупредить, что управление в состоянии алкогольного опьянения, конечно же, оно неприемлемо На просьбу инспекторов ДПС стать участником акции водители откликаются Они уверены, автомобили и алкоголь несовместимы Помнить об этом должен каждый водитель Все это дело актуально, что это важно, что бороться с пьянцем за рулем это надо, что такие акции нужны и надо проводить Это самая актуальная тема в любые праздники, что в Новый год, что абсолютно в любые праздники, да, это актуальная тема И всех призываю сообщать в дежурную часть, как можно скорее, быстрее запоминать номера И сообщать о нарушениях Я думаю, что с этим нужно бороться всегда и принимать самые жесткие меры Подтверждает прописную истину и статистика госавтоинспекции К примеру, за 11 месяцев года выявлено более 400 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения 17 ДТП было совершено пьяными водителями В двух случаях по вине пьяных родителей пострадали их дети Серьезно и наказание к нарушителям За управление транспортным средством в состоянии опьянения Конечно же, нормы административного законодательства предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей А также решение права управления сроком от полутора до двух лет И, конечно же, мы хотим еще раз напомнить всем участникам дорожного движения Если вы стали свидетелем управления транспортным средством, водителем, находящим в состоянии алкогольного опьянения Либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас какие-либо подозрения То необходимо в данном факте, конечно же, сообщать дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Сарапульский По телефонам 02-112, либо по городскому 4-12-40 Цель акции напомнить не только о непредсказуемой реакции организма на алкоголь Но и о тяжелых последствиях систематического употребления алкоголя При употреблении алкоголя происходит деградация личности человека Теряя трудоспособность, работу, теряя семью и свои отношения близкие Также возникают проблемы с детско-родительских отношений Со стороны здоровья это, естественно, в первую очередь страдает головной мозг, печень Ну и все остальные органы, нервная система Во время акции водители знакомились с печальными цифрами статистики Говорили о страшных последствиях употребления алкоголя Раздавали листовки и плакаты Напрямую к сарапульским водителям обратился и главный врач городской больницы Михаил Голанов Я бы хотел обратиться к вам с необычным призывом, пожеланием и наставлением Пожалуйста, постарайтесь не превратить эти светлые, чистые, добрые праздники В трагедию для себя и своей семьи Вот эти недели перед праздником и неделя праздников Дает нам, к сожалению, ежегодно тяжелый и скорбный урожай смерти и тяжелых травм Далеко ходить не надо, вчерашняя трагедия на Каме с нашими рыбаками Постоянное дорожно-транспортное происшествие Горе, беда для всей семьи Поэтому я еще раз призываю отказаться от употребления спиртного Внимание! Впервые в Сарапуле 22 декабря на набережной реке Камы Впервые в городе пройдет уникальное спортивное событие Карнавальный забег «Сарапульская верста-2019» Символичная дистанция в 2019 метров посилен для любого возраста В программе праздника молодежный флешмоб, костюмированный забег, хоккей на валенках Творческая тематическая программа и торжественное зажжение огней на главной елке С участием театрализованных персонажей Деда Мороза, Снегурочки, Национальных Дедов Морозов Для того, чтобы стать участником карнавального забега Необходимо зарегистрироваться на сайте Russia Running Ссылка для регистрации доступна на официальном сайте администрации города И ее страницах в социальных сетях Регистрация необходима для присвоения номера каждому участнику Карнавальный забег ждет всех желающих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие жители и гости нашего города Приглашаю вас на первый карнавальный забег Сарапульская верста И объявляю конкурс на ценные призы от Деда Мороза За лучший карнавальный костюм в номинациях Символ года Самый оригинальный взрослый костюм Самый оригинальный детский костюм Костюм «Историческая личность Сарапула» И лучший сказочный костюм До скорой встречи 22 декабря В 14.40 у городской елки в Центральном сквере Главное представление года Сарапульцев приглашают на программу Новый год к нам мчится В этом году шоу станет юбилейным И пройдет в 15-й раз Лучшие номера творческих коллективов Сарапула И сразу три приглашенных звезды Подробнее о месте, времени, дате и хедлайнерах Программы расскажем прямо сейчас С большим успехом в Сарапуле Проходит шоу-программа Новый год к нам мчится В этом году уже в 15-й раз Горожане вновь окунутся В атмосферу новогоднего праздника В творческих программах Принимали участие Признанные звезды российской эстрады Лучшие творческие коллективы Республики и города В 2019 году проект завершит свой творческий путь Мы ждем вас 21, 22 и 23 декабря Во Дворце культуры радиозавода На лучшее театрализованное представление года Хедлайнеры праздника Актер театра и кино Режиссер Участник юмористических передач Петр Винц Актер, певец, лауреат международных вокальных конкурсов Виталий Гасаев И певица, финалистка телепроекта Новая звезда 2019 А также телепроекта Голос Казахстан Александра Муканова Вас ждут новогодние чудеса И удивительные сюрпризы Давайте встретим главный праздник года вместе Телефон для справок 4 11 75 И на этом у нас все новости на сегодня Для зрителей, которые предпочитают Смотреть наши выпуски по кабельному телевидению Программа Сарапул Новости Доступна на 27 кнопке А также смотрите наши программы В удобное для вас время В сети интернет На официальном сайте администрации города Сарапула И ее страницах в социальных сетях Далее наш эфир продолжит прогноз погоды Добрых вам дел И отличного предновогоднего настроения Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok